Здравствуйте! Первый выпуск новостей 2023 года в эфире. Мы поздравляем вас со всеми праздниками и входим в рабочий режим. Вот только некоторые темы выпуска. Качество подготовки в СМПО «Ависма» получило награду ко Дню Спасателя. И предновогодний дебют. Спортсмены корпорации впервые выступили на соревнованиях по водному полу. А теперь обо всем подробнее. Выходные только закончились, а уже хочется следующих. Расскажем, как будем отдыхать в 2023 году. Ближайшие праздничные дни нас ждут уже в конце февраля. Отдыхаем с 23 по 26. А вот в международный женский день всего один выходной – в среду 8 марта. Традиционные майские начнутся с субботы 29 апреля и продлятся до 1 мая. Рабочая неделя будет короткой. С 6 мая вновь начинаем отдыхать до 9 числа. Ко Дню России нас ожидают три красных дня в календаре – с 10 по 12 июня. Следующие праздничные дни только в ноябре – с 4 по 6. Накануне Всероссийского дня спасатели в ЕДДС Верхней Салды наградили лучших сотрудников и отличившихся в этой сфере. В число призеров вошла и корпорация ВСМПО «Ависма». Для нас нет невыполнимых задач. Вы ежедневно стоите на страже безопасности жителей нашего округа. Для них нет чужой беды и невыполнимых задач, отметила замглавой администрации Светлана Полякова, поздравляя спасателей с профессиональным праздником. Благодарственные письма от городской думы получили самые активные сотрудники ЕДДС, МЧС, коллектив школы номер 2, а также поисково-спасательный отряд «Урал», которым руководит Кирилл Шиншин. Кто-то охотник, кто-то рыбак. Мне нравится и затягивает видеть глаза спасенного человека. Это надо пережить, это надо прочувствовать, чтобы понять, что это твое. И вот уже более трех лет, в ноябре у нас был создан отряд в 20-х числах, и уже более трех лет мы занимаемся поиском пропавших людей на территории всей Свердловской области. В число призеров областного конкурса на лучшую единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования вошло ЕДДС Верхней Салды. Из 73 подразделений местный отдел занял третье место. Хотелось бы отметить, что при проведении этого конкурса учитывается более 40 критериев оценки деятельности. То есть это порядок создания и функционирования ЕДДС, это и пункт управления, это системы оповещения, это качественный и количественный состав, это результаты тренировок. И нам очень отрадно, что мы благодаря нашей команде, благодаря нашим усилиям в этом году заняли призовое место. Среди награжденных и корпорация ВСМПО «Висма», которая заняла второе место в областном конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне. Напомним, в ноябре прошлого года на базе предприятия провели командно-штабные учения, за которыми наблюдали областные эксперты из Главного управления МЧС и Министерства общественной безопасности. Они высоко оценили качество подготовки персонала, а также визуальные, информационные и технические средства обучения сотрудников. Диплом за второе место среди десятков предприятий региона от имени ВСМПО получил первый заместитель генерального директора Николай Мельников. И о спорте. Команда «Ависмы» впервые приняла участие в открытом первенстве города по водному полу. Городской бассейн «Кристалл» на два дня превратился в игровую площадку. Как это было, смотрим. Команда ватерполистов «Ависмы» родилась буквально за месяц до соревнований. Среди всех спортсменов первенства – это самый юный коллектив. А соперники серьезные. Сборные Перми и Березняков, юниорская команда пермского спорткомплекса «Олимпия», дружина студентов березняковских вузов. Я очень рада, что мы наконец-то собрались на нашей школе, на этот год новогодний замечательный турнир. История водного пола в Березняках насчитывает более полувека. Сегодня этот вид спорта снова на подъеме. В нашу команду вошли как опытные ватерполисты, так и просто отличные пловцы. Капитан, член городской федерации водного пола, начальник производственного отдела «Ависмы» Сергей Горшков. Когда федерация бросила клич, было предложено всем предприятиям организовать команды. Я решил, что на «Ависма» тоже необходима команда. Бросил клич. У нас есть люди, которые занимаются в данный момент, ветераны водного пола. Есть те, кто раньше занимались. Есть просто любители плавания, любители, те, которые хорошо держатся на воде. Игра показала хорошую индивидуальную технику игроков. Но вот командного взаимодействия пока недостаточно. Неудивительно, учитывая возраст команды. Но надо отдать должное. От игры к игре мастерство спортсменов росло. В двух матчах «Ависма» была очень близка к победе. Так что дебют получился ярким, результативным и обнадеживающим. Команда ждет новичков. Если вам нравятся водные полы и даже есть какие-то навыки, добро пожаловать! На этом у меня все. Оставайтесь в курсе событий вместе с нами. До встречи в эфире! Для всех сотрудников ВСМПО «Ависма» действует телефон горячей линии генерального директора. Чтобы задать свой вопрос, звоните по номеру 8-909-00-75-57. Горячая линия работает ежедневно с 8 утра до 5 вечера. Для сотрудников ВСМПО «Ависма» запустился корпоративный портал и мобильное приложение. Теперь у вас всегда под рукой быстрый поиск сотрудников. С порталом вы будете в курсе последних новостей и сможете обсудить их с коллегами. На портале для вас работают полезные сервисы. Здесь вы можете получить расчетный лист. Для этого предварительно напишите заявление у кадрового специалиста. Кроме того, в разделе «Сервисы» вы можете узнать информацию по своим отпускам, посредствам индивидуальной защиты, а также баланс по спорту и по питанию. В качестве логина используйте корпоративную электронную почту. Если у вас ее нет, заполните заявление у кадрового специалиста на доступ к порталу с личного адреса. При первой авторизации выберите кнопку «Забыли свой пароль». На следующем экране укажите адрес электронной почты и нажмите кнопку. Вам на почту придет письмо со ссылкой на восстановление пароля. Перейдите по ней и укажите новый пароль. Чтобы зайти на портал с телефона, скачайте мобильное приложение «Битрикс24» в Google Play или App Store. Укажите адрес портала portal.vsmpo.ru, нажав соответствующую кнопку. Далее введите вашу почту и пароль. Если ранее не устанавливали пароль, нажмите кнопку «Я забыл пароль» и вам на почту придет шестизначный код. Введите его на экране. Новый год. Время сюрпризов! В СМПО «Ависмо» представляет. Новогодний онлайн-квест на корпоративном портале. Вас ждут 4 тематические блока и 40 увлекательных заданий. Играйте, зарабатывайте титаны и забирайте крутые подарки для себя и своих близких. Присоединяйтесь! На корпоративном портале и в мобильном приложении открылся магазин подарков. Здесь вы можете купить классные вещи для себя и своих близких. Для этого участвуйте в новогоднем квесте. Выполняйте задания. Например, поздравьте коллег с праздниками. Или создайте новогоднее настроение на работе и сделайте фото. А потом загрузите его. За каждое задание можно заработать виртуальные монеты – титаны. Обменивайте титаны на классные подарки для себя, своих детей и близких. Для этого зайдите во вкладку «Магазин подарков». Выберите то, что вам понравилось и оплатите корпоративной валютой. Здесь есть худи, футболки, шапки, термосы и много чего интересного и полезного. Магазин доступен в мобильной и веб-версии портала. Зарегистрируйтесь на нем, если еще не. Участвуй в новогоднем квесте, зарабатывай титаны и получай крутые новогодние подарки от ВСМПО АВИСМА. Возник вопрос по новогоднему квесту? Пиши по указанному адресу электронной почты. Пиши по указанному квесту? КОНЕЦ Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»